Здравствуйте! В эфире программа «Семь минут». Сегодня темой нашего сегодняшнего разговора будет служба по контракту. Сегодня у нас в гостях Валерий Константинович Ясенев, офицера по тестированию ВПО и, собственно, сержанта-контрактника Александр Гуляев. Здравствуйте! Здравствуйте! Валерий Константинович, первый вопрос к вам. Расскажите о критериях по отбору на службу по контракту. Каким образом происходит вообще отбор кандидатов? Ну, и поподробнее. Ну, ни для кого не секрет, что в настоящее время важнейшим направлением деятельности Министерства обороны является комплектование вооруженных сил Российской Федерации военнослужащими по контракту, проходящих военную службу на должностях солдат и сержантов. Поступить на военную службу может каждый мужчина, прошедший срочную службу, имеющий образование не ниже среднего полного общего, то есть 11 классов, по возрасту 19-35 лет, быть годным по состоянию здоровья к поступлению на военную службу по контракту или быть годным с незначительными ограничениями. По уровню физической подготовки должен быть подготовлен ниже, чем на оценку «хорошо». Ну, я считаю, что для жителей Рязани и Рязанской области военная служба по контракту – это достойное занятие для настоящих мужчин, особенно для жителей сельской местности, где в настоящее время, после того, как молодой человек отслужил срочную службу, приходит домой, особых, как бы, разбежаться ему некуда, особых зарплату он не получает, и особой работы там тоже нет. Ну, я считаю, что особенно для жителей сельской местности это будет достойное подспорье военной службы по контракту в вооруженных силах Российской Федерации. В настоящее время военнослужащие по контракту получают достойное денежное довольствие, от 20 тысяч оно начинается, и уже будет варьироваться в зависимости от его выслуги, лет, от его места прохождения службы территориально. Там, может быть, он будет в районах Крайнего Севера, изъявит желание служить, может, где-нибудь на Дальнем Востоке. Мотивации для прохождения военной службы по контракту у молодых людей, я считаю, это достойное денежное довольствие, чувство патриотизма, достойное уважение в обществе. На территории Рязанской области работает пункт отбора граждан для прохождения военной службы по контракту. На пункте отбора кандидат проходит три этапа отбора. Это начальный, предварительный и углубленный. Предварительно на этих этапах отбора мы определяемся с его будущей воинской должностью, на которой он изъявляет желание служить и подходит по своим критериям всем к исполнению обязанностей по этой воинской должности. Также еще учитывается гражданская специальность, если она будет схожа по ВУЗ, родственная по ВУЗ его военной специальности, чтобы можно было подобрать ему достойную должность, для которой он сам подходит и сам изъявляет желание на ней служить, проходить военную службу по контракту. И в дальнейшем мероприятии, после того, как происходит подписание приказа министра обороны, стать секретарем-заместителем министра обороны Российской Федерации, мы вызываем кандидата на пункт отбора, где он подписывает контракт, отдаем ему все документы положенные, и он убывает для дальнейшего прохождения службы воинскую часть, которая изъявила желание служить. На сегодняшний день какие работы ведутся вами для привлечения молодых людей на службу по контракту? В настоящее время мы плотно работаем со средствами массовой информации, подаем объявления в газеты, также выступаем на телеканалах, даем интервью. Плюс мы выезжаем для работы в районы Рязанской области. Конкретно, например, были у нас выезды в том году в Александр Невский, в Касимов. Мы собирали людей на базе домов культуры, вызывались представители воинских частей, которых мы должны комплектовать, и вместе с ними на базе домов культуры мы проводили мероприятия, рассказывали, объясняли, как, что, и те люди, которые изъявляли желание, могли сразу конкретно подойти к представителю воинской части и уточнить все необходимые, какие он желает, вопросы, чтобы было на месте и от представителей воинской части. Молодые люди могут по собственному желанию, изъявив свою инициативу, отправиться куда-то в другие регионы служить. Исключительно по собственному желанию. Да, по собственному желанию. Мы заставить никого не можем. Военные службы по контракту – это дело добровольное. Есть такие люди, которые, да, есть, которые изъявляют желание служить только в Рязани, в Рязанской области. Есть люди, которые желают служить в Мурманской области. Вот есть у нас, например, люди служат в Мурманской области, во Владимирской области, в Нижегородской области. Есть даже люди, которые изъявляют желание сразу служить на, грубо говоря, вот есть у нас на атомной подводной лодке Александр Невский, порядка, наверное, десяти человек, и все отзываются, и отзывы о них все положительные, и все им нравится, и все их устраивает. А почему они туда пошли, вот если не секрет? Как, вот чем заманили? Ну, заманить мы их ничем не заманили. Зарплата там повыше, я не знаю, банально. И зарплата там повыше, зарплата там, ну, не сразу, на первоначальном этапе, а так, в районе от 70 до 110 тысяч. Но это не на первоначальном этапе, это будет зависеть от выслуги лет, когда у него будет северная надбавка. Ну, и пенсии потом хорошие, понятное дело. Ну, давайте по статистике немножко пройдемся. Сколько на сегодняшний день людей в нашем регионе пошли на службу контракта? В настоящий момент к нам на пункт отбора обратилось порядка 254 человек. Вот из этих 254 человек 75 уже проходит служба вооруженных силах Российской Федерации. А остальные на этапах отбора еще. Медкомиссии, сбор справок, документов необходимых. Ну, это у меня вопрос, собственно, да, к виновнику торжества Александр. Скажите, пожалуйста, о социальных гарантиях. Вот плюсы, скажем так, и возможные минусы, которые существуют вот в данной профессии. Ну, как бы плюсов, мне кажется, я нашел, по крайней мере, больше, чем минусов в этой данной профессии. Социальные гарантии различные, то есть, начиная от бесплатного проезда, заканчивая там обустройством детей, там, зашкольные учреждения, там, детские сады и школы, соответственно. Социальные гарантии, там, допустим, бесплатный проезд один раз в год на военнослужащих и члены семьи. Соответственно, отпуск от 30 до 60 суток, ну, в зависимости от выслуги лет и где проходит служба, соответственно. Кто где служит, на крайнем севере, там, по ИКИ им выдают. Если здесь, то, допустим, живет на территории части, питается в столовой, если есть желание. Выдают служебное жилье, соответственно, если нету его, то либо платят деньги за поднаем жилья, ну, в Рязани это составляет 3600 рублей на данный момент. В Москве, там, под Москвой, в Петербурге, то есть, там, 15 тысяч уже. Вот, ну, либо служебное жилье, там, в виде общежития на территории части, если холост, допустим, семьи нет. Есть также различные, там, еще другие, ну, в условиях края севера, там, год за полтора выслуга, там, совершение прыжков с парашютом. Вот, в частях ВДВ им тоже также на отбавки идут. Ну, в принципе, вот так. Ну, вы родились в Рязани? Нет, я сам с Бурятии, как бы, с Байкала. Вот, приехал, ну, срочную службу прошел. И поступил в институт, получил образование, как бы, решил попробовать себя в виде военнослужащего по контракту. Вот, как бы, пока, ближайший год я проработал, как бы, вот уже на данной должности инструктора пункта отбора. Меня устраивает, получил служебное жилье, как бы, ну, финансово ни в чем пока не нуждаюсь. Как бы, ну, нашел себе достойное занятие, ну, и перспективы на будущее. Основным критерием, я считаю, это, что военнослужащий по контракту, после того, как он отслужит первый трехлетний контракт, при заключении второго, у него есть возможность стать участником военно-накопительной ипотечной системы. И в результате еще, когда он отслужит еще три года, в общей службе шесть лет, он уже может получить свое собственное жилье. Но для этого надо будет ему отслужить полных 20 календарных лет. Из своего кармана он за это жилье деньги платить никакие не будет, платит все Министерство обороны, но ему надо служить 20 лет. Я считаю, что это тоже неплохое подспорье для военнослужащего по контракту, получить свое собственное жилье через шесть лет. Ну, спасибо вам большое. Спасибо за интересную беседу. Я думаю, что многие молодые люди задумаются. В любом случае, это полезная информация. Это была программа «Семь минут». Мы с вами скоро увидимся. Всего вам хорошего. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»